Подруги, привет! И добро пожаловать на мой канал! Сегодня с нами снова Катерина, мой тренер по моему фитнес-марафону. Сегодня у нас все самое интересное. Почему тру руки? Потому что мы закончили наши три недели занятий, три недели, так сказать, истязаний, ну, по крайней мере, для меня. Хотя для меня, наверное, и до пух не дойти это истязание. Сегодня мы с вами поговорим о рационе, потому как важной частью нашего фитнес-марафона был рацион, питание и наше меню на везде. Питание – это у нас 80% успеха, да, мы можем как угодно тренироваться, но если мы при этом едим как попало, то и результат мы увидим соответствующий. Я всю неделю, значит, отслеживала, что я ела. Сразу скажу, результат нашего фитнес-марафона – минус 2,5. Классно. Хотела я минус 5, как в самом начале вам рассказывала Катерина. Нет, я хотела минус 10, вот что я хотела. Хотела минус 10. Катерина меня отговорила, сказала, угомонись, давай-ка, ну, в голове своей держи 5, но нет. Вот, поэтому я так понимаю, что в неделю килограммчик – это хорошо? Да, в месяц 4 килограмма – это оптимально. 3, 4, 5, если у вас очень большой вес, там, за 120 килограмм, это может быть 6,7, но и то маловероятно. Адекватное здоровое похудение – это 3-4 килограмма в месяц. Давайте сегодня поговорим, собственно, о моем питании. Буду параллельно пока показывать Катерине фотографии своего меню, рассказывать, что я ем ежедневно. Так, давайте поехали, начнем, значит, с наших завтраков. У меня их несколько. Самый частый, на самом деле, завтрак, которым мы вместе с мужем завтракаем, не только я одна – это яйца с утра, это белая фасоль в томатном соусе, и это какой-либо овощ. Чаще всего это авокадо. Когда яйца стоят уже в одном месте, то я, естественно, вожу некое разнообразие. Значит, так как я глютенщик, у меня не переносимость глютена, то я вместо хлопьев, например, могу поесть амарантовые подушечки с молоком. Причем эти амарантовые подушечки, они имеют наполнитель либо клубничный, либо шоколадный, но они не имеют ни сахарозы, ни фруктозы, то есть там стивия для подслащения, и сам амарант, который является очень полезным продуктом. Молоко использую полтора процента, и, в общем-то, это стандартная пиалочка, ну, сколько там грамм, я даже, на самом деле, не знаю, не взвешивала, но, наверное, 250 грамм приблизительно, это одна порция. Или же третий вариант у меня йогурт. Йогурт я ем с каким-либо фруктом, например, банан, персик, яблоко, это самый-самый стандартный, и также добавляю горсточку орехов, сухофруктов, в общем-то, такой киш-миш, который я люблю больше всего. Причем, если говорить про йогурт, я не ем белый йогурт. Вот здесь я сразу точно знаю, что, наверное, неправильно, но могу сказать, что страданий в жизни не так хватает, чтобы еще белый йогурт жрать. Поэтому я ем вкусный йогурт, либо клубничный, либо вишневый, на котором написано там 5% жира, либо 3% жира, и, в общем, это мой завтрак чаще всего. Вот эти три варианта. Ну, давайте начнем с первого. Это яйца, фасоль и авокадо. Я всегда смотрю на еду не с точки зрения набора продуктов, а с точки зрения функций, которые эти продукты выполняют. В данном случае у нас здесь есть яйца, это белок. Белок на завтрак – это хорошо. Завтрак у нас вообще должен отвечать какой задачи? Он нас должен насытить, причем достаточно надолго. И второй момент – он нам должен дать энергию на долгий, длительный день. Материнский, рабочий, любой. Какой угодно. В этом смысле у нас здесь есть белок. Это яйца, и это очень здорово, потому что белок, и особенно для женщины, которая недавно родила, он очень важен и для строительства мышц, и для восстановления тела, и для всего он нам нужен. Белок у нас участвует во всех процессах. Поэтому яйца на завтрак – это совершенно потрясающий выбор, в том числе и потому, что яичный желток содержит новых витаминов и хороших полезных жиров. Второй момент – здесь есть авокадо. Авокадо – полезный фрукт, который содержит тоже жиры здоровые. И женщинам для женского здоровья очень важно есть жиры, как растительные, так и животного происхождения. Поэтому в данном случае завтрак выглядит хорошим и здоровым. И здесь также присутствует фасоль. Фасоль мы рассматриваем с той точки зрения, что это и белок растительный, да, то есть в завтраке у нас получается компонент и растительного белка, и животного, то есть это баланс. И плюс фасоль у нас является медленным углеводом. То есть расщепляться она у нас будет очень долго и давать нам энергию, соответственно, на долгий день. Поэтому этот завтрак с точки зрения баланса абсолютно хороший, здоровый и адекватный. Так можно завтракать. Те, кто едят хлеб, и у кого нет, например, непереносимости глютена, те могут добавить сюда хороший какой-нибудь кусочек тоста и тем самым продлить себе сытость. Ну, на самом деле, я тоже могу это сделать, потому как есть безглютенный объем. Ну, в том числе, да. И сразу могу сказать, что от такого завтрака я еще хочу есть. Как скоро? Да все время. Я все время хочу есть. Тогда можно попробовать сюда как раз добавлять хлеб. Давайте попробуем. Добавим хлеб. Может быть для объема, ну, чая или кофе. И, соответственно, посмотрим, через какой промежуток времени захочется есть снова. Потому что, по идее, завтрак очень сытный. Здесь и белок, и медленные углеводы, и хорошие насыщающие жиры. Может быть, можно увеличить объем. Например, брать не половинку авокад, а, допустим, целое. Да, окей. Кстати, говоря, вы упомянули кофе. Я пью кофе все время и целый день. С утра я делаю себе черный кофе и молоко. Ну, некое латте у меня получается. Или, точнее сказать, молоко с кофе. Окрашенное молоко немного. Пью я полтора процента. 0,5 я, или обезжиренное молоко, в принципе, я стараюсь не пить. Потому как слышала, что это не так-то и хорошо. Вот. И добавляю капсулу у нас аппаратный кофе. Капсулу кофе. Таких я могу выпить, ну, максимум, две чашки в день. Стараюсь пить только одну. То есть, ну, здесь у нас сколько? Здесь у нас больше, чем 250. Здесь, наверное, ну, грубо говоря, 400, наверное. Пол-литра, похоже. 400. 400. Сделаем 400. 400. Как в лучших кофейнях города. Что нужно учитывать при том, когда вы пьете кофе? Это кофе обезвоживает. Дело в том, что кофе, попадая в наш организм, влияет таким образом, что нам очень часто хочется в туалет. То есть, мы попили кофе и могли заметить, что очень быстро потом нужно сходить по делам. Это в том числе и обезвоживающий эффект кофе. И мы на каждую кружку кофе должны сверху добавлять стакан воды. То есть, если мы пьем две кружки, соответственно, два стакана. Три кружки, три стакана. То есть, вы должны постоянно пополнять водный баланс. Ну и плюс наблюдайте, те, кто склонны к отекам, молоко вызывает некую отечность. Поэтому, если постоянно надутые пальцы, такая вот одутловато, что-то глазами, обувь, следы от одежды, тоже нужно посмотреть и, может быть, сократить. Можно не отказываться, но можно проэкспериментировать и попробовать на недельку убрать кофе с молоком и посмотреть, как будут вести себя отеки. А если, например, заменить его на миндальное молоко, рисовое молоко, соевое молоко? Можно. Можно, но тогда мы учитываем, что на чашку кофе мы все равно выпиваем стакан. Окей. Второй завтрак у нас амарантовые подушечки и молоко. Здесь амарант мы рассматриваем как медленный углевод. Также он у нас усваивается, дает нам длительную сытость. Клубничный или шоколадный наполнитель – это наша вкусняшка. Это для удовольствия. Наша радость. Да, это для души, как говорится. Чего не хватает в этом завтраке? В этом завтраке не хватает белка. Несмотря на то, что амарант содержит некоторое количество растительного белка, его недостаточно. После этого завтрака голод поступает очень быстро. Скорее всего, в пределах часа-полутора человек снова хочет есть. Чтобы этого не было, чтобы снизить всасываемость углеводов, мы добавляем любую белковую составляющую. Это может быть то же самое яйцо, если оно еще не вот здесь. Это может быть хлеб с рыбой, хлеб с мясом. Ну, насколько вот ваши вкусовые предпочтения совпадают, например, молоко с мясом, если это допустимо. В общем, любой белок, который вы можете съесть, его бы хорошо сюда добавить. Это вам и даст и сытости, и с точки зрения баланса это поможет забалансировать рацион в сторону. Правильную сторону. Правильную сторону. Третий завтрак – это йогурт, фрукт и орешки. Здесь я бы, конечно, хотела сразу прицепиться к фруктовым йогуртам. Если мы любим фруктовые йогурты и жизнь нам без них не мила, то мы стараемся выбирать йогурты с чистым составом. То есть, это, например, русский, русский, он называется избенка. Вот эти все йогурты, которые содержат, ну, саму закваску, молоко и какой-то хороший фруктовый наполнитель с минимумом сахара. Если мы рассматриваем такие йогурты, как Валио или, ну, там, стандартные йогурты, там огромное количество сахара, которые, ну, недопустимо. То есть, фактически, в баночке йогурта мы съедаем дневную норму. А потом мы едим еще пироженки, шоколадки и так далее и выходим за все мыслимые и немыслимые пределы. Можно делать йогурт самостоятельно. Мы берем белый йогурт ненавистный, добавляем туда, например, ложечку меда и перетертые ягоды. Да, кстати, это тоже хороший вариант, я тоже так люблю. Как вариант можно делать так. И йогурт, чем меньше срок хранения, тем лучше йогурт. Фрукт, отлично, банан, прекрасный источник калия, прекрасный источник волокон, сахарок опять тот же самый вкусный, сладенький, сытный банан. Его можно оставлять. История про то, что бананы нельзя на похудение, это абсолютно неадекватная история, потому что банан, во-первых, насыщает, во-вторых, содержит микроэлементы и, в-третьих, он дает вот ту сладость, которую людям, например, на диете не хватает. Соответственно, бананы едим спокойно, просто учитываем, что фрукт сахарный и учитываем, что фрукт калорийный. Все. И орешки, здесь у нас присутствует растительный, опять же, белок и жиры. И плюс у нас есть животный белок, он в йогурте. Поэтому вот этот завтрак с точки зрения структуры абсолютно сбалансированный. А, окей. Вот, поэтому его можно спокойно оставлять. Великолепие. Значит, с завтраком разобрались, не все так плохо. К завтраку что еще мы часто добавляем, это смузи. Но смузи может, на самом деле, у нас быть не только к завтраку, но и в любое время дня, просто когда мне хочется есть. То есть, это некий такой, некая вкусняшка. Значит, самая стандартная смузи, которую я делаю, это на кефире. Туда я могу также, чтобы жижи его сделать, добавить либо кокосовую воду, либо просто воду. Также я туда кладу, что у нас там, банан, авокадо, семена льна, семена чиа. И я добавляю порцию протеина, белка, и порцию гидролизированного коллагена. То есть, это вот такой мой комплект смузи. И еще ягоды я могу добавить. То есть, фрукты, ягоды и вот такие вот там авокадо, эти составляющие, они могут меняться просто по вкусу. А вот база, протеин, коллаген, кефир, семена, вот она остается всегда. Что касается смузи на похудение, опять же, если есть у нас цель сбросить вес, смузи по своей структуре очень перемолотый такой продукт, и он усваивается достаточно быстро и точно так же быстро проскативает, поэтому мы можем чувствовать голод после смузи. То есть, поели, через час уже все. А калорийность смузи, она обычно достигает там 300-400 калорий, и очень часто мы их просто не можем даже вписать в рацион, если у нас есть там некоторый дефицит калорий. Поэтому со смузи нужно аккуратно. Если мы хотим насладиться вкусняшкой, окей. Если мы хотим получить сытость, то не окей. Я больше его, сразу поясню, я больше его пью на самом деле из-за составляющих, например, протеин, коллаген, просто чтобы в организм принять вот все эти полезные вещества. То же самое семена льняные, которые способствуют пищеварению, и семена чья, который, в принципе, один из суперфудов. Да, но в таком случае, да, вполне можно. Опять же, те, у кого есть склонность к отекам, осторожнее с кефиром. Кефир вызывает, дает очень сильную отечность, поэтому если вы отечностью страдаете, лучше пусть это будет то же самое, например, растительное молоко, как вариант. Протеин тоже, мы смотрим состав. Важно брать такой протеин, в котором минимум углеводов. То есть уж если мы едим это как белковую составляющую, то выбираем чистый протеин, например, изолят, или можно посмотреть казеин, это в любом спортивном магазине вам подскажет. Этот достаточно чистый, это из молочной сыворотки. Сыворочный тоже как вариант, да, можно употреблять. Ну и коллаген, коллаген на самом деле это производная белка, вот, поэтому тут в принципе одно другое дополняет, можно что-то одно оставить, это будет примерно то же самое. Но если я, например, худею, то лучше отложить смузи в принципе? Если худеете, я бы отложила. Я бы отложила. Либо оставила, ну если уж прям очень хочется, 2-3 раза в неделю, как вкусняшки. Те же льняные семечки, ну семена чия, можно из них делать вкусные пудинки десерта, да, тот же мы чия заливаем растительным молочком и сверху перетвертые ягоды, очень вкусно. А льняные семена прекрасно ложатся в салат. Ну да. Вот. Хорошо. Так, дальше мой обед. На самом деле, вот что касается обеда и ужина, у меня все очень монотонно. Я вот из тех людей, которые нашли вот что-то, что тебе нравится, и все, я не меняю. Это касается также еды. Наверное, это плохо, потому как нет разнообразия, но вот у меня, например, ну не знаю, у меня такое восприятие, такой характер. Значит, что я могу в обед поесть? В этом случае у меня стейк из лосося и салат, который я делаю из огурцов, помидор, авокадо, немного оливкового масла и что я там еще добавляю? Похоже на кинуа. Кинуа, да. Еще отвариваю кинуа и добавляю туда кинуа. Вот это мой самый любимый на свете салат, который я могу есть с утра до вечера. И вот в этом случае я могу сожрать тазик. Рыбу я могу заменить на мясо, то есть в моем случае это будет либо индейка, либо курица. И вечер выглядит достаточно похоже на обед. Здесь я могу тогда взять либо порцию побольше просто этого салата, либо съесть ровно то же самое, что было на обед. Смотрим. Обед. Опять же, мы рассматриваем с точки зрения структуры, что нам должен давать обед. Сытость, да, чтобы мы могли дотянуть до вечера, и энергию, чтобы мы также могли совершать какие-то дела. Сидеть с ребенком, делать уборку, ну и выполнять какие-то различные функции, которые мы хотим. Поэтому обед должен содержать обязательно медленные углеводы. В данном случае вот кенуа. Это отличный вариант, в том числе она еще и долговая крупа, что на похудение тоже очень хорошо. Мы можем использовать гречу, рис, макароны. Кстати, не бойтесь макаронного похудения, это прекрасный продукт, который на самом деле достаточно низкокалорийный. Там порядка 345 калорий на 100 грамм сухого продукта, а в объеме это очень много. То есть можно съесть вот такой таз макароны, насытиться до завтрашнего дня. И овощи, которые нам нужны для клетчатки. Мы получаем из овощей неусвояемые волокна, которые хорошо влияют на наш кишечник. То есть это является пребиотиком для наших бактерий, это является в том числе питанием. И хороший белок. Та же рыба, мясо, курица. То есть вот этот обед идеально сбалансирован по структуре. Причем я ничего не жарю на сковородке. То есть я либо запекаю, либо тушу. Это вообще идеально. Вот этот обед я бы назвала идеальным. Единственное, что я бы здесь увеличила порцию углеводной со стороны. Она была чуть-чуть побольше. Я просто хорошего фотография везю. Тогда все. Тогда все идеально. Вот, значит, хорошо. Хорошо. Так, и ужин, в общем, выглядит ровно так же. И ужин точно так же. Если вы худеете, я рекомендую обычно убирать углеводы с вечера. То есть мы убираем хлеб, крупы, макароны и так далее. Но есть люди, которые категорически не могут, не переносят. Им очень голодно. Они едят салат и какое-то мясо или рыбу. И потом начинают страдать, потому что им голодно. Если вы из этих людей, то вы добавляете в рацион, соответственно, хорошую крупу, хорошие макароны, что-то такое в небольшом объеме. И также у нас еще дополнительно к ужину. Но это у нас на самом деле вечером поздно. Мы можем там и в часов 10 съесть помело. Одно на двоих. То есть мы рубим его пополам и его и съедаем. Если я дома одна, я могу съесть и одна целая помало. То есть муж не так уж и виноват. Нет, муж вообще виноват в любом случае. Что касается фруктов с вечером. Можно есть фрукты вечером, можно есть их на похудение. Единственное, чего мы стараемся избежать, это излишне сладких фруктов. Потому что сахар вечером, он нам не нужен. Мы успокаиваемся, мы уже ложимся спать и он, в общем-то, нам ни к чему. Поэтому мы на вечер можем спокойно есть цитрусовые, мы можем спокойно есть персики, можем есть кислые яблоки, груши. Вот такого характера еду. Все, что сладкое, арбузы, бананы, виноград, мы стараемся сместить на первую половину. Я читала, кстати, что помало также способствует пищеварению. Он хороший фрукт, в принципе. Да, хороший. Хорошо. Но это все красиво выглядит. Собственно, было еще пару раз, когда мой муж, который виноват в моей жизни во всем, он мне притащил вот это. Ну, как притащил? Я его попросила. Я вижу стекающую слюнку. Я уже не могу, я вижу фотографии у меня просто. В общем, заставила я его заказать бургер мне. И, кстати говоря, если говорить про бургер, не думайте, что это был маленький бургер из Макдональдса. Это был реально вот этот бургер, фотографию которого вы видите. И сделала я в этом случае все правильно. Я его ела в 10 часов вечера. К этому бургеру мы заказали еще фри картошку с сырным соусом. И что-то там еще было. А, чизкейк. И жизнь удалась, да? Ну, это был один день. В неделю один. Жизнь моя удалась. Я была счастлива. Я пошла спать довольна. И, в общем, была готова к своим подвигам следующего дня. Я сейчас разрушу все стереотипы и скажу вам, что бургер это очень хорошая сбалансированная еда. Почему? Я так знала! Знала! Почему? Мы берем... Если это хороший бургер. Хороший. Я не беру Макдональдс, я беру вот эти хорошие бургеры, которые готовят. Булочка. Чаще всего готовится из хорошей ржаной либо цельнозерновой муки. То есть булочка содержит клетчатку и мы можем ее рассматривать в принципе как медленные углеводы. Если это белый хлеб, ну, окей, они быстроватые, но тоже допустимо. Вот у нас есть углеводная составляющая, которая даст нам сытость. Мясо. Хорошая говядина или хорошая свинина, хорошо прожаренное мясо дает нам белок, дает нам насыщение. Ну и плюс здесь есть такая история, как овощи. Это помидорчики, лук, огурчики. То есть то же самое. Мы фактически, грубо говоря, что вы положили на тарелку макароны, котлетку и овощной салат. Вот это примерно то же самое. Я в принципе смотрю на ту фотографию, я вообще вас не слушаю. Мне все равно, что вы говорите. Я сейчас, а тут еще лучше верну помыла. Вот. Поэтому бургер, если опять же мы худеем, он допустим. Единственное, что стоит учитывать, это общую калорийность дня, чтобы этот бургер нам прекрасно лег и не испортил в целом картину, да, чтобы он не создал нам этого переедания. А вот картошка фри, тут я уже ничего сказать не могу. И сырный соус. И сырный соус. Да. У нас желательно вообще в своем рационе избегать еды, которая содержит большое количество крахмала и одновременно большое количество жиров. То есть, это, например, масляные торты, когда у нас есть и жир, и сахар. Это картошка фри, когда у нас есть и крахмал, и жиры. Чистки тот же самый, мы получаем жирный сыр и сахар. То есть, вот это сочетание получается такая история, что углеводы у нас идут на усвоение, а те жиры, которые мы получили из пищи, они идут про запас. То есть, тело их практически не использует и предпочитает поскладировать на голодные времена. Поэтому вот эти истории, они могут быть в рационе, ну, как еда, как джанкфуд, да, как наслаждение, радость. Но мы в повседневной жизни стараемся вот этих сочетаний по большей части избегать. То есть, повторюсь, что это сахар и большое количество жира. Но половину чизкека я дала мужу. То есть, я работала над этим вопросом. Сильно напрягалась. Ну, и, конечно же, шоколад. Очень люблю шоколад, причем неправильный шоколад, не черный, горький, а молочный и с орешками или каким-нибудь там изюмом. Шоколад, наверное, я могу себе позволить, ну, не знаю. Половину плитки? Нет, так бы я сожила всю плитку, конечно. Ну, не знаю, ну, два раза в неделю, наверное. Ну, по сколько там в ряду? Три кубики? Четыре, три-четыре. Три-четыре кубика, но, наверное, вот два таких ряда я могу съесть, ну, два раза в неделю. Если я понимаю, что я хочу там почаще, тогда я съем там два ряда или один ряд. Про шоколад. Люди, которые пытаются похудеть, начинают думать, что им все нельзя. Из-за этого они начинают очень страдать. На самом деле, если посмотреть вот вглубь рациона и вглубь состава, то вы можете спокойно на ежедневной основе включать в свой рацион хороший шоколад. И не нужно там оставлять его на воскресенье когда-нибудь, там, в лунный месяц. Правильно, да? Шоколад с точки зрения состава, что молочный, что горький, они примерно одинаковые. Разве что горький содержит чуть больше какао-масел и чуть больше витаминов. Но, опять же, вы не съедите шоколады столько, чтобы заметить эту разницу. Поэтому с точки зрения похудения, если вы любите молочный шоколад, вы можете спокойно есть молочный шоколад. Потому что по калорийности они примерно одинаковые. Там разница буквально в 20 калорий, которая никакого значения не имеет. Что вы съедите две полоски горького, что вы съедите две полоски молочного. Только горький вам будет невкусно, от молочного вы получите наслаждение. Ну и, конечно, мы говорим о хорошем шоколаде, не рассматриваем альпенгольды, милки и так далее. То есть мы берем, лучше возьмите подороже, вы же это берете для себя, алюминий, да, мы берем подороже, вкуснее и наслаждаемся вкусным шоколадом. То же самое касается детей, то есть можно не покупать им там химозные барни, но приучать их к хорошему вкусному шоколаду, молочному в том числе. К правильному десерту. Ну в общей сложности это вот весь мой рацион, как я говорила, он на самом деле не такой разнообразный с точки зрения, что у меня нет такого, что я там каждую неделю прям к шеварю, что-то себе меняю. То есть я вот таким вот образом могу питаться год, то есть и мне не надоедает, я вот между собой чуть-чуть поменяю и все. Есть такие люди, кому достаточно есть одно и то же, им нормально. Есть такие люди, кому нужно разнообразие вкусов, если вы из этих людей, то что вам нужно учитывать? Вы должны учитывать сочетание вкусов в блюде, то есть у вас должен быть кислый, горький, сладкий вкус и соленый. Вот чем больше, вот почему корейская кухня нам так вкусна, да, потому что или китайская, они сочетают все вот эти вкусы, и после еды не остается ощущения, а чего бы мне еще такого заточить? То есть все вкусовые рецепторы удовлетворены, и мы спокойно наелись, и можем даже остаться без десерта, ну потому что зачем? Надо быть вкусно и все. Ну вот по себе я на самом деле знаю, что касается психологии и отношения еды. Опять же, что мне очень-очень понравилось в нашем марафоне, я на еду свою посмотрела по-другому, и на свое отношение к еде я также посмотрела по-другому, потому как очень же важно свою голову на место поставить. Как вы сказали, если ты худеешь, ты можешь этот шоколад поесть, ты даже можешь макароны поесть, и если тебе сильно так хочется, ну сожри ты свой бургер, но просто сделай вокруг все так, чтобы сбалансировать, чтобы компенсировать, и мне кажется, самое еще важное, после того, как ты сожрала этот бургер, просто сиди счастливо и скажи, и не отрабатывай, слава тебе, господи, что я его сожрала, как же мне было хорошо. Жру и худею, да. Да, и не говори, что, блин, какая я ужасная, вот все, весь фитнес-марафон себе сорвала, опять же, слово сорвалась. Да, мне так оно не нравится. И вот прям пожрала. А, да, у вас была формулировка другая, не сорвалась, а, как сказать, включила в свой рацион, приняла решение. Приняла решение, да, я приняла решение съесть этот бургер, я могу вообще весь день есть шоколад, и при этом худеть. Все, что вам нужно понимать, что у вас должно быть еды меньше, чем движение. То есть, если вы потребляете меньше, чем двигаетесь, чем расходуете, то вы худеете. И неважно, это могут быть шоколадки, бургеры, макароны, там, чипсы, все, что угодно. Я ни в коем случае не призываю все это есть, но я к тому, что есть такой ограничительный тип мышления. Мы насмотрелись на фитоняшек в Инстаграме, которые нам показывают куриную грудку и огурцы, формируя идею о том, что мы должны вообще себя жутко ограничить. Начать есть нелюбимые продукты, брокколи, закупать там какие-то мыслимые, немыслимые совершенно продукты. Да, все меняется сразу там, да. Ладно, мы там живем в Питере или в Москве, но есть люди, которые живут в глубинке, они знать не знают, где взять семена чия. А во всем Инстаграме у нас ешьте чия, иначе вы не похудеете. Мы должны просто спокойно выстроить свое отношение к еде и рассматривать еду не как набор продуктов, а как набор функций, которые она несет. Исходя из этого, уже строить свой рацион. Ну, я еще в Инстаграме нашего марафона видела, что вы составляете меню. Да. И когда я увидела, что в этом меню на завтрак сырники, я поняла, мы не сюда. Подавайте мне меню. В общем, вы же можете еще на месяц составить. Да, я могу. Ну, это может быть общий рацион, да, конструктор, который я просто составила по всем правилам, с учетом всех БЖУ, калорийности, граммов и так далее. То есть, стопроцентная гарантия, если вы будете соблюдать все до грамма, все, что там посчитано, вы похудеете очень быстро. Вот. Другой момент, что можно это меню персонализировать. Условно, человек не ест мясо, или человек не ест курицу, или по каким-то причинам не ест молоко или тот же глютен. Соответственно, вот это меню конструктор просто переделывается под конкретного человека или под конкретные привычки. Потому что есть люди, которые не завтракают, есть люди, которые не ужинают, а есть люди, которые едят три раза в день, есть те, которые шесть раз в день. И это тоже нужно учитывать. Хорошо. В окончании марафона самый мой жуткий и важный вопрос. Что мне со своей жизнью делать дальше? Марафон закончился, три недели прошли. Значит, потеряли мы 2,5 килограмма. Что дальше? Дальше мы определяемся с целью. Любые действия у нас идут из того, чего мы хотим достичь. Если мы понимаем, что мы хотим те самые заветные 5-10, то мы понимаем, что нам еще нужно поддержать дефицит калорий. Если получается его держать без подсчетов, окей, мы держим его без подсчетов. Если пока не получается, мы продолжаем вести дневник питания. И точно так же выстраиваем свой рацион согласно правилам, которые я давала в марафоне. То есть сбалансированный завтрак, обед и ужин, и 20% на какие-то вкусняшки, бургеры, картошки и так далее. Круто. А для тех, кто не попал в наш марафон, когда начинается следующий, как вообще понять, куда звонить, куда бежать, с кем разговаривать? Вы можете обратиться в мой инстаграм, да, кто подпишет его в комментариях. Здесь, на экране. Да, либо на экране. И вы можете прийти. Раз в месяц стартует марафон, я его набираю, там проходит полноценное обучение по питанию. И что важно в марафоне, это то, что у нас практически ежедневно были лекции, что было очень круто. Ну, с видеосопровождением тоже в том числе, но для меня это идеально. Я с мелким сижу дома, и мне некогда там читать очень много. И когда включаешь лекцию, ты слушаешь и понимаешь, что вот, по питанию, например, нужно делать так и так и так. Была тема, например, сладкая, которая для меня стала просто самой любимой моей темой. Лекция, которая мне вот... Слава тебе, Господи, за эту лекцию. В общем, я это все к чему? К тому, что также в марафоне, помимо тренировок и всего остального, есть лекции по действительно тому, как тебе это нужно делать. То есть, когда вы говорите, мне важно, чтобы вы сами научились, да, сами научились, это очень легко, круто сделать, потому что есть сопровождающие лекции, есть материал, который очень легко усваивается и который понятен и доступен. И я старалась их делать максимально короткими, буквально 10-15 минут, чтобы не перегружать мозг, не грузить вас обычными терминами, но просто, чтобы вы меняли свое отношение к еде. Именно на это они нацелены. В марафоне есть блок по питанию, там просто структура, да, что нужно делать по шагам, чтобы все было хорошо. Есть тренировки, есть блок психологический, который развивает любовь к себе, другое отношение к еде, да, мы как-то меняемся, пересматриваемся и думаем, блин, а что так можно было, ну, вот со сладким, да, ну, кто бы мог подумать, что можно есть бургер там или шоколад и так далее. Но ведь если понимать, как это работает, то очень прекрасно. Очень круто, и в общей сложности у тебя из вот этого всего процесса убирается такой псих, когда ты, а, вот прям реально в психе, ты понимаешь, что тебе нужно каждый день, блин, работать, не дай боже, ты пропустила тренировку, не дай боже, ты там это все пятое-десятое, но ты спокойно все делаешь, и размеренно, осознанно, и, в общем, как-то так здорово все. И в чем еще фишка? Народ боится марафонов. Почему? Потому что они думают, что сейчас она придет, девочка, да, ее заставят скакать какие-то немыслимые упражнения в безумном темпе, запретят, извините, нафиг всю еду. То есть это будет самые сложные три недели в твоей жизни. Да, кто не ешь это, не ешь это, не ешь, и они такие, боже, когда он кончится, когда он кончится, сейчас так пойду нажрусь. Я хочу всего этого избежать. У меня задача марафона просто перестроить образ жизни, чтобы человек спокойно, комфортно встраивал тренировки, да, без стресса. Хочу, делаю, не хочу, не делаю, не хочу еще и делать, не буду, да. Вы пользуетесь отчетом пропущенной, вы, кстати, ни разу не пропустили. Я не пропустила. Да. Есть девочки, которые пропускают. Да это все потому, что у меня влог, блин, вам обещала, и за вас вот страдала всю неделю, черт, не могла пропустить. И, соответственно, по еде вы просто выбираете не набор данных вам, чужим человеком продуктов, а свой привычный рацион. И подстраиваете его под домашнее. Вот пойдите мужа накормите тем, что он не любит. Да, да. Ну, в общем, на самом деле так и есть. И вот мы с подружкой одной вдвоем начинали этот марафон. И мы, если вначале мы говорили, черт, как мы выживем эти три недели, как этот кошмар кошмарный, то сейчас, когда три недели прошли, даже несколько дней назад, она мне, кстати, написала в WhatsApp и говорит, слушай, марафон заканчивается, а что ты делать будешь? Вон там Катя выложила сообщение о том, что есть продление этого марафона, и ты можешь либо так продлить, либо сяк продлить. Ну, в общем, в зависимости от того, что ты хочешь. Я поняла, что я даже не задумалась об этом, я думаю, что закончилось? Я говорю, а какая неделя сейчас, вторая или третья? И для меня это было реально, что, блин, а марафон-то уже закончился. То есть нету такого, что все, вот сегодня отпахала, и теперь я, значит, закончила, и я иду нажираюсь. То есть нету вот действительно этого психа, и вот сейчас этой пропасти. Мы убираем эту стрессовую составляющую, потому что, как обычно бывает, держусь, 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 а дальше пошла в разнос. И вот так из диеты в диету девочка прыгает, и называется диетой марафон, бесконечно. А мы же хотим плавненько, спокойно. Это чуть медленнее, чем похудалки. То есть нет такого колоссального эффекта, минус 5, минус 10 килограмм. Я могла бы дать низкокалорийную диету, заставить всех прыгать и всех похудеть, но у меня цель другая. У меня нет такой цели всех похудеть. Есть цель человеку наладить взаимоотношения с едой. Есть девочки, которые пущены, им вообще нафиг не надо худеть. Ну, не надо ей, зачем ей так хорошо. Если хорошо, то и ладно, господи. И у нее снимается вот этот блок, навязанный на общество, что не надо худеть. И она такая сняла, ааа, ты можешь мой, сколько энергии, я же могу там творить, заниматься хобби, мне больше не надо этим заниматься. И это тоже результат. Это тоже результат. Не всегда минус на весах, это цель. Круто. Для себя. Что я поняла для себя? Марафон очень крутая штука, но мне все-таки самой по себе заниматься сложновато. То есть вот даже в прошлом нашем выпуске мы сделали вместе тренировку для живота, против диастаза. И, собственно, я поняла, насколько она более для меня лично эффективная, нежели чем, например, заниматься самой. Потому как я просто не умею. Может быть, я, например, с тренером занималась бы пять раз, а потом уже сама могу. Это уже, естественно, с опытом, навыком приходит. Если человек из наших подписчиков, кто-нибудь захочет с вами, например, заниматься, как он это может сделать? Вы просто мне пишите, и мы с вами подбираем удобный вариант. Либо это будут личные встречи, либо, если вы из другого города, это дистанционное ведение, либо, если мы, опять же, даже на разных концах Питера, да, это может быть просто дистанционное ведение. Вы можете принять участие в марафоне. Можете пройти обучающий курс только по питанию. Можете пройти тот же курс по работе с диастазом, который называется плоский живот. То есть любые варианты под вашу конкретную задачу, которую вы с собой ставите, похудеть, набрать, изменить образ жизни, изменить там рацион домашних, там более адекватный, сбалансированный. Любую задачу вы мне пишите, мы с вами подбираем уже комфортный вариант. Круто. А если мамочка дома с ребенком, выезды на дом? Тоже можно, да. Мы можем договориться, я могу приехать. Слышали? Теперь у нас нет никаких оправданий. Тренер может приехать даже домой. Все, никаких. Черт подери. Ну и естественно, тренировки с тренером это совсем другое. Во-первых, это элемент внешнего контроля. Когда ты чувствуешь ответственность перед другим человеком, если перед собой ее не хватает, а мы очень часто себе все прощаем, любим себя пожалеть, то перед посторонним человеком ты как-то более собранный. И если сама бы ты сделала 5 повторений, то с тренером он тебя заставит сделать 15. Нравится тебе это или нет. И плюс контроль техники, это естественно неоценимая история. Когда человек делает сам, ему кажется, что это правильно, вот как в прошлой тренировке, а оказалось, что есть некоторые недоработки, есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать. Ну и знает их, естественно, специалисты, человек, который никогда этим не занимался, может быть, и не знает. Круто. Ну что ж, на сегодня, я думаю, на этом мы можем закончить, потому как дали очень много информации, разобрали очень много всего. Я, на самом деле, марафоном очень-очень довольна. Буду продолжать, буду принимать также решение, как лучше это сделать, но раз уж вам надо, выезжайте. Без шансов, да? Эх, придется работать. Ладно, бабы, дам себе какой-нибудь, не знаю, там, срок, до которого должна достичь свои 55 килограмм, озвучу и, в общем, как и с марафоном, буду вам должна результат. Так что следите за следующими моими тренировками. Ну, а на сегодня мы прощаемся. Те, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравился наш выпуск. Внизу, в комментариях, обязательно пишите свои вопросы, если таковые имеются. Ну, или если нет, просто пишите, как у вас дела с вашими тренировками, с вашим диастазом, лишним весом после родов и, в принципе, с весом. Мне будет очень интересно почитать. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем моем видеоролике. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok